Всем привет! Меня зовут Богдан, и вы попали на мое новое видео о наушниках AirPods. Согласен, было бы странным, если бы я общался с вами так все видео. Поэтому скорее жми ролику лайк, подписывайся, и я перехожу на режим нормального человека. Подписался? Поставил лайк? Спасибо. Ну что ж, начнем. Итак, наушники AirPods, они уже у меня в ушах, как видите. И я хочу сегодня рассказать о своем опыте эксплуатации этих наушников в течение года. Хочу сразу сказать, что у этих наушников больше плюсов, чем минусов, и давайте начнем скорее всего с плюсов. Как видите, эти наушники очень компактные, сидят в ушах без проводов, и просто-напросто не выпадают, как бы ты ни старался. Вот давайте попробуем. Они реально не выпадают. Как думаете, как они подключаются к телефону? Сейчас я вам просто покажу. Вот мои наушники прошлые, они очень похожи на те, что у меня в ушах, смотрите. Они просто такие же, видите, только чуть-чуть ножка толще. Как подключить наушники к телефону? Вот я открываю наушники, беру наушник, одеваю его, и наушник сам подключается. Вот значок. Надеваю второй. Звук произошел. Вот музыка, заходим, переходим сюда, и показано, видите, наушники подключены. Я могу отключить, могу подключить. При подключении наушников к телефону вы слышите характерный звук, такой типа «бум». Мы уже подключили наушники к телефону, и теперь давайте посмотрим, что они умеют. Открываем приложение музыки, я пользуюсь YouTube-музыкой, открываем его, включаем Play, и музыка просто начинает играть. Что интересно, смотрите, видите, музыка на Play стоит. Я достаю наушник просто один, и сжимается пауза, видите? Я вставляю наушник обратно, и музыка продолжает играть. Это очень удобно, когда вы зашли, не знаю, купить что-то где-то, вас спрашивают что-то, вы такие, раз, пауза нажалась, вы ответили, и все. Еще очень удобно, когда ты находишься в шапке, или что, и не хочешь доставать наушники на улице, и от тебя, допустим, холодно, и делаешь просто двойной тап, в них есть этот функционал, нажимается пауза. Можно в настройках настроить абсолютно по-разному, например, сделать паузу, вызов Siri, или переключение трека. Единственное, что нельзя настроить, это громкость музыки, это я бы отнес к минусу. Я настроил тут паузу и Play, тут у меня вызов Siri. Вот, смотрите, наушники, я нажимаю два раза, и запускается Siri. Это очень удобно. Что еще хотел отметить из плюсов, это то, что можно по ним общаться, естественно, использовать как гарнитуру, можно использовать одно ухо, можно использовать два уха, можно использовать, например, правое ухо. Что очень удобно, вы можете настроить, чтобы микрофон был либо тут, либо тут. Я настроил автоматическое определение, это тоже очень удобно. И использовать их как гарнитуру. Они работают до 5 часов, без перерывного прослушивания, я считаю, что это хватает с головой, вот так вот. Вот видите, здесь зеленая такая зарядочка нарисована, индикатор. Когда вы кладете их в кейс, начинается зарядка. Этот кейс является также и Powerbank, скажем так, зарядным устройством, видите? Тут разъем Lightning, подключается к обычному Lightning. Смотрите, вот у меня есть Lightning. Подключаем к Lightning. И они заряжаются. Когда индикатор оранжевый, это значит, что они заряжаются. Когда он будет полностью заряжен, этот кейс, то будет зеленая отметочка, что они заряжены. Наушники заряжаются в самом кейсе за 15 минут, это очень быстро. Даже если кейс разряжен, например, на 40%, и остается на нем всего лишь 60%, а наушники полностью разрядились, то вы можете зарядить их за 15 минут. Особенно лайфхак для тех, кто много использует наушники, как гарнитуру или что-то такого плана. Можете использовать по одному наушнику. Соответственно, у вас будет тут 5 часов, тут 5 часов, и там заряжаться, перезаряжаться за 15 минут. Это очень удобно. Из самого кейса хватает на 4 или на 5 полных перезарядок двух наушников. Вот уже, видите, зелененькое, это показывается, что он заряжен. Ребят, также прошу вас обратить внимание, как удобно показывают наушники, есть ли заряд или нет. Вот смотрите, например, ты открываешь наушники, и сразу показан процент заряда самого кейса, процент заряда наушников. Когда вынимаешь наушник, вставляешь в ухо, приходишь сюда, то показан сразу заряд этого наушника, который вставил. Я вставил правый, показано 99%. Открываешь, тут показано, что заряжается. Это очень удобно, вы можете следить за тем, сколько заряда на ваших наушниках. В наушниках встроен процессор W1, это как в самых последних наушниках от Beats. Вы знаете, что Beats by Dre, это тоже относится к Apple, поэтому уровень звука тут и качество всех этих подключений на уровне. Еще из плюсов отметил бы то, что они ловят на 30-50 метров от самого телефона. То есть вы можете ходить по квартире, даже через стены они будут пробивать. Но желательно, конечно, чтобы телефон лежал поближе, чтобы не было никаких сбоев. Что насчет звука? Сам звук в наушниках просто супер. Мне его хватает. Иногда я слушаю даже не на самую последнюю громкость, а на одну или на два деления меньше. Из минусов. Что хотел бы добавить из минусов? Смотрите, одеваю наушник. Левый. Тут у меня настроена Siri, как я уже говорил. И, например, вызов Siri. Он работает не сразу, с небольшой задержкой, потому что они подключены по Bluetooth. Вот, смотрите, я нажимаю. И только спустя где-то секунду Siri начинает работать. Это неудобно, когда вы хотите вызвать кого-то или что-то сделать с помощью наушников. Вам нужно немножечко подождать. Иногда, когда ты спешишь и, например, нажимаешь. Вот только сейчас сработает. Один из лайфхаков, хочу вам сказать, что, ребята, очень важно, когда вы нажимаете наушник, правильно произносите имя записанного, кому вы хотите позвонить. Потому что иногда он просто не срабатывает. Вот если вы запишите там любимую свою каким-то там словом необычным, то она может просто не услышать. На телефоне она распознает лучше. Если даже услышит, знаете, она говорит, позвонить тому или тому. И ты уже не можешь с помощью наушников сказать, кому ты хочешь позвонить. Вот это я бы исправил с новой прошивкой или еще как-то. Еще из плюсов я бы добавил то, что можно слушать вдвоем. Это обычная практика. Я когда гуляю с друзьями, я просто даю одно ухо кому-то. И мы включаем трек и слушаем вдвоем. Едем, например, там в маршрутке или в метро. И это очень удобно, действительно. Потому что у вас одинаковая музыка играет. Вы можете там прокомментировать ее, как-то посмеяться вместе или погрустить. И забыл вам также сказать, что кейс заряжается от зарядки полностью с 0 до 100% за 40 минут. Очень важным плюсом я бы отметил их размер и компактность. Потому что когда ты берешь наушники эти, ты можешь их положить во внутренний карман, в карман штанов, например. Вот так вот. Все, они малюсенькие. Не нужно распутывать эти провода и заниматься непонятно чем по 5 минут. Один минус существенный, я бы его назвал и минусом и плюсом, это их стоимость. Они стоят в районе 200 долларов, особенно в странах СНГ, потому что у нас все дороже, чем в Америке. И вот сами подумайте, 200 долларов за такие наушники, о которых я рассказал, это много или мало? Как по мне, это не очень много, они того стоят. Давайте подведем итоги. Плюсов оказалось намного больше, чем минусов. Давайте их перечислим еще раз. Это долгое время автономности, до 5 часов прослушивания беспрерывной музыки. Это 2 фильма по 2,5 часа. Это их компактность, это их функционал, когда можно слушать вдвоем. Это тапы всякие, всевозможные, нажать play, перемотать музыку, это тоже очень удобно. Возможно использовать как гарнитуру, разговаривать, естественно. Я рекомендую эти наушники абсолютно всем. Не думайте, покупать их или не покупать, обязательно покупайте. Ходят слухи сейчас, что Apple планирует выпустить вторые наушники. Я бы не стал ждать их выпуска, потому что они будут по-любому дороже, либо даже если столько будут стоить, добавлять там особо нечего. Единственное, что я бы добавил, это беспроводной кейс. Помните, Apple обещала выпустить AirPower, там где можно заряжать... Вот мне, например, позвонили, смотрите. Идет звонок. Я слышу в наушниках мелодию. Алло. Поговорили, тапнули два раза и все. Видите, очень просто. Насчет AirPower. Я слышал, что Apple презентовала их еще год назад или сколько. И в чем фишка этого AirPower? У меня есть телефон, наушники и есть у меня Apple Watch. Вот вы пришли домой с работы или со школы, с университета, откуда вы там приходите. Сняли часы, выняли наушники, положили телефон на ночь и засыпаете себе. И все три устройства заряжаются от одного устройства. Я бы обязательно себе купил и как только оно выйдет, я себе его куплю. Что ж, ребята, спасибо вам большое за просмотр, спасибо, что были со мной. Если вам нравятся такие подобные видео, пожалуйста, пишите в комментарии. Буду еще выпускать об опыте эксплуатации того или иного прибора или еще чего угодно. Пишите в комментариях, может быть, что-то я не учел, какой-то минус или плюс. Еще очень важным моментом является то, что когда вы вынимаете наушники, это бы я отнес, кстати, к минусу. И кладете их рядом не в кейс, а просто, например, на стол. И если вам звонят, то телефон не всегда понимает, куда звонят, на телефон или на наушники. И там есть выбор во время звонка, наушники или телефон. Поэтому рекомендую их кладь в кейс, тогда телефон точно поймет, что вы сняли наушники. Вот такой вот маленький момент. Что ж, получилось больше плюсов, чем минусов. Всем спасибо за просмотр. Всем пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok